Микс Ньюс Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели! Программа «Встретились, поговорили» В студии Олег Пек и Евгений Копеин нам помогает За звукорежиссёрским пультом И сегодня в нашей студии заслуженный артист России Очень популярный, известный актёр театра и кино Александр Цуркан Здравствуйте, Александр Иванович Здравствуйте, дорогие слушатели Здравствуйте, дорогие работники замечательной студии Замечательного радио И я сразу же скажу, что все те, кто хочет Ну, встретиться, поговорить И продолжить вот эту прекрасную встречу Завтра, в эту пятницу, 25 января В Юрмале В Юрмальском отеле «Пегаса Пилс» В 19.30 начнётся музыкально-поэтический вечер Он посвящен памяти Владимира Высоцкого И как раз-таки вот с авторской программой Ну, я приду по вашей душе Выступит Александр Цуркан И сегодня мы, может быть, ну, не только о Высоцком поговорим Но в первую очередь, наверное, конечно О Владимире Семёновиче Высоцком И, я надеюсь, что и о Таганке И о тех актёрах, которых вы застали Там тоже, с которыми Которые были знакомые, друзья Высоцкого И вообще о вашей биографии Так, естественно Вот, Владимир Высоцкий Это, ну, сейчас уже становится понятно Что это, ну, глыба, величина Как его масштаб Как-то вот, когда мы отодвигаемся по времени На расстоянии А вот скажите, всё-таки Когда вы впервые услышали Вот песню Высоцкого Как это, ну, с вами произошло? Ну, у меня было просто потрясение Это было детство И родители обычно ставили ёлку К Новому году Переставляли из одного угла в другой А телевизор ставили в угол Ёлка стояла на, ну, как ходишь в комнату Она стоит в красивом углу А телевизор переставляли вот в другой угол В диагональный И поэтому он как-то, его не видно было Я прихожу раз в хоккей Помню, я весь мокрый Ну, тогда мы в хоккей играли До мокрости Вот И слышу, стоит папа такой Я видел отца глаза Такие потрясённые И он говорит Эля, Эля Иди сюда, иди сюда А она что-то на кухне там делает, мама Она говорит Чего вам? И он говорит Иди сюда, Высоцкий Высоцкий Послушай Послушай, как он поёт И они вот встали Вот так А там вертикаль Премьера Как раз это видел То ли под «Новый год», то ли повторяли И он вот Здесь вам неровнины Здесь клеммы-то иной И тут лавины одна за одной И здесь за камнепадом ребят Камнепад Папап, пап, пап И он такой Ты послушай, как поёт Она так говорит Ну так вообще-то сейчас Никто не Никто не поёт Он говорит Так это Высоцкий, Эля Я же тебе говорю Высоцкий Я увидел ошарашенные, потрясенные Такие радостные, счастливые Глаза отца и мамы Когда родители чем-то потрясаются А у нас семья была Мы очень любили друг друга И чувствовали, и прислушивались И внимали друг другу Эмоциям человеческим И это должно в каждой семье быть здоровой Я понял, что это что-то такое необыкновенное Потом уже какое-то прошло время И я уже стал слушать песни Какие-то пластинки пошли Володины Жалтой жарты Африки В центральной ее части Как-то вдруг вне графика Случилось все несчастье Слон сказал, не разобрав Видно быть потопу В общем так, один жираф Влюбился в антилопу Какая антилопа, какой жираф Какие-то очень такие странные были песни И прежде всего, что все говорили Что он такой свободный Он такой вольный Он позволяет себе такое, что никто не позволяет И вот это было, наверное, главное Что все понимали, что появилась какая-то в творчестве Такая незаурядная какая-то энергия Сила, которая говорила по-другому Пела по-другому Ракурсы на, казалось бы, всем уже избитые темы Банальные Они другие ракурсы были На войну другой ракурс был На творчество другой ракурс был На дружбу другой ракурс был Если он не скулил, не ныл Если шел за тобой, как в бой Значит, сам Как на себя самого Положись на него То есть какие-то пошли вещи И я вам скажу Я уже потом-то стал А что такое? О чем он поет? А он пел в то время В это советское время В это время безбожное Владимир Семенович, как апостол Во время он Он говорил о заповедях людям И люди, соскучившиеся Когда открыто можно назвать заповедь своими именами Не предавай Не продавай Не трусь Иди до конца Умирай за родину Умирай за друга Он проповедовал вот эти заповеди Которые всем были хорошо знакомы Потому что православная была страна И при Стале никогда делали опросы Думали уже все извели Православие и христианство 87% сказали Мы верующие люди Они были в шоке Все ЦК было в шоке Так и на войне ведь Православная церковь-то Тоже внесла свою очень большую лепту И тогда стало ясно Безусловно Ходила же легенда даже Что когда немцы подошли к Москве Сталин приказал облететь с иконой Владимирской Божьей Матери Да Но это был сон Ильи антиохийского патриарха Ему был сон Что Богородица ему сказала Передай ему в Москву Над Москвой и над Ленинградом Нужно пролететь И он по каналам дипсвязи В Палестине Передал это все Сталину Он действительно передал Через сон Ему явилось видение Он передал его Сталину И Сталин поверил в это И это нет Все говорят что это было сделано Это было сделано И тогда враг не возьмет Ни Москву Ни Ленинград Великий Ленинград конечно Вот песни Высоцкого Я может быть такой не знаю Вопрос Насколько они актуальны сегодня Потому что вот мне кажется Иногда что Если сравнить то время и нынешнее Вот шестидесятников Вот поколение Высоцкого Это люди Но это дети людей Которые выиграли войну Которые победили Вот может быть в самой страшной войне Это люди Ну вот чести, долгой Люди которые готовы Идти до конца Ну вот все что вы говорили И вот нынешнее поколение Которое ну скажем Стоит в очереди за новым айфоном Поколение вечное Рефлексирующее Комплексующее До 30 лет там Живущее с родителями И вот это Вот кажется ну просто Что-то ну какие-то Два разных совершенно мира Вот насколько песня Высоцкого Находят ли они отклик Вот в сердцах Вот молодого поколения Мое убеждение абсолютное Что находит И почему находит Потому что Ну замечательной песней Я ее обожаю Дымилась роща Под горою И вместе с ней Горел закат Нас оставалось Только трое Из 18 ребят Как много их И вот Замечательная песня Ну прекрасные слова Но никто Кроме Владимира Семеновича Не вводил тебя В состояние боя Не вводил тебя В ситуации Что ты вот здесь И сейчас И тебя должны убить И твоего друга Должны Уничтожить Расстрелять На парашюте прыгнул А его добивают Идет мистер Шмидт И добивает этого летчика Из пулеметов Когда он спускается На парашюте Он Он тебя вводит В эту ситуацию Почему? Потому что он был Блистательный актер Воображение Фантазии И плюс Гениальный еще поэт И ему Удавалось создавать Такую ситуацию Что ты не просто Дымил с роща Под горою Я сейчас просто покажу Да, да, да Я хочу вам показать Эту песню Ну Я не знаю Но если человек Настоящее чувство И настоящая энергия И исполнительство А он обладал Этим Незурядным свойством Сейчас Я не скажу Что много ребят Но есть много Очень хороших певцов Которые Доносят до тебя Этот нерв Эту боль Эту страшную ситуацию Безвыходную Когда ты должен принять Или ты погибнешь Или ты должен просто струсить И лечь в окоп И притвориться убитым Или мертвым А твой друг Ну в это время Его растерзают Ну можно и так Наверное, наверное Нельзя так Говорит Высоцкий Тогда мы не выиграем войну Тогда мы все погибнем А не только тот Который спрятался Который убили А тот, который Залек в окопе Вроде бы Остался И придут И его добьют И вот эта Потрясающая песня Я ее очень люблю И часто Исполняю ее На концертах Все наушники пик Да, вот сейчас Так я могу снять их? Да, можете снять Совершенно спокойно Всю войну под завязку Я все к дому тянулся И хотя горячился Воевал делово Ну а он торопился Как-то раз И прыгнулся И в войне Взад-вперед Обернулся За два года Всего Ничего Не слыхать Его пульса В сорок третьей Весны Ну а я Окунулся В довоенные Сны И гляжу я Дурея И дышу тяжело Он был лучше Добрее 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 Ну а мне Повезло Я за пазухой не жил Не пил с Господом чая Я не спил Не просился И к судьбе Под подол Но мне Женщины Молча Намекали Встречая Если б ты там Навеки Остался Может мой бы Обратно Пришел Для меня Не загадка Их печальный Вопрос Мне ведь Тоже не сладко Что у них Не сбилось Мне ответ Подвернулся Извините Что цел Я случайно Вернулся 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 Ну а ваш Ну а он Не сумел Он кричал На рассвете В самолете Сгорая Ты живи Ты дотянешь Доносилось Гвозь гул Мы летали Под Богом Возле Из самого Рая Он поднялся Чуть выше И сел там Но я До земли Дотянул Встретил Летчика Сухо Райский Аэродром Он садился На брюхо А не ползал На нем Он заснул Не проснулся Он запел Не допел Так что я вот Вернулся 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 Ну а он Ну а он Не сумел Я кругом И навечно Виноват Перед теми С кем сегодня Встречаться Я почел бы За честь И хотя мы До дома До земли Долетели Жжет нас память И мучает совесть У кого У кого У кого У кого она Есть Кто-то Скупо И четко Отсчитал Нам часы Нашей Жизнь Короткой Как бетон Полосы И на ней И на ней Кто разбился Кто взлетел Навсегда Ну а я Приземлился А я Приземлился Вот Какая беда Вот Какая Беда Вот Какая Беда Спасибо большое Я думаю Что у многих Наших слушателей Сейчас наверное Пробежали мурашки Просто по Коже И Ну и не только Вот от исполнения Но и от того Что в принципе Вот Какое-то ощущение Действительно Вот присутствие Высоцкого Скажите Вот я знаю Что в вашей жизни Было вот Несколько знаков И когда вы Будучи На гастролях Театра на Таганке Услышали Какой-то голос Что Ты будешь Здесь Выступать Играть И когда Вы В гримерке Высоцкого Тоже было Ну какое-то Вот Введение Эти моменты Да Это было До того Как я куда-то Поступил Еще Я с своей женой С первой Станей Мы приехали В Москву Я говорю Я хочу Пойдем на Таганку Пойдем на Таганку На Таганке Тогда шел Какой-то Замечательный Финский Прототеатр И они на Финском Пели Песни Володи На большой сцене Где он Кстати не работал Потому что Он очень много Сделал Чтобы театр построили Он давал концерты За кирпич За арматуру За цемент Кирпич был Итальянский Такой специальный Но достроили здание После него Он Видел Остов Видел Только его Стены А сам Он ни разу Не выступал На этой сцене Но они выступали На этой сцене И очень хорошо Работали Мы пришли С женой Туда Она Как-то так Таганка Таганка Стали столы Такие На длинных Ножках С такими Блямбами Внизу На которых Кофе пили Раньше Вот такие Очень красивые Такие столики Были Я вот стою Мы пьем Это кофе И Ну я не знаю Если вы Дорогие радиослушатели Меня считаете За там Шизика Или за Человек Который Чего-то придумывает Или обманывает То я вам скажу Что я не из этой породы Я это вот Не знаю Я это услышал Мне говорит голос Ты через Два года Будешь в этом театре Это был 88-й год Ты через два года Будешь в этом театре Работать Я так как-то думаю Че это такое Че это такое Думаю Я на крыше Наверное у меня Как это Молодец Отъехал Я говорю А почему Ты будешь В этом театре Все Я кофе пью Ты что Я говорю Ничего Ничего И вот эти столы За которыми я пил Кофе с ней Эти столы Потом стали Декорациями Спектакля Москва Петушки Это единственный Спектакль Театра Таганки Поставленный Не Юрием Петровичем Мы ему сдали 19 мая 96-го года И он дал добро Мне его играть Я сыграл 100 спектаклей Играя Венечку Ерофеева Москва Петушки Единственный спектакль Вообще Сольный спектакль Ни у кого не было Сольного спектакля Любимов был настолько потрясен А я вот сейчас Настолько потрясен Что я стоял Никто еще Ни актер Ничего Просто меня Я этим занимался Я это любил Стихи Песни Таганка Любимов Но я был еще Никто И близко Не подходил Вот к этим К этой зоне Что ли Да Но находясь В этом театре Я услышал И больше того Через 8 лет Я сыграл Москва Петушки На этом столике На этом столе На котором я потом На котором я до этого Пил кофе Вот со своей Со своей женой Был И второй Второй Такой знак был Знак Не знак Ну он мне снился Несколько раз Владимир Семенович И Сны не буду рассказывать Ладно А вот то что мне сказал Всеволод Осипович Абдулов Его первый друг Это лучший друг был Высоцкого Бортник Абдулов Бортник Туманов Шемякин Ну Хмельницкий Борисов Вот круг такой Небольшой Был людей Вот самых таких И он пришел К нам на спектакль Посмотрел Потом пришел В гримерку Вот мы сидим Шиповал Виталий Владимирович Я Потому что мы В одной гримерке У нас столики Рядом были И потом Посмотрел спектакль Я там работаю Говорит Он так Ну выпил немножко Говорит А ты знаешь Я тебе что скажу У тебя какая-то С Володей связь Я ему Какая связь Я уже его не знал Говорю Я же не знал Его Он говорит А это наверное И не важно Но я тебе говорю Я чувствую У тебя с Володькой Какая-то связь Ты вот это Ты знаешь об этом Ты не просто Ты должен делать Что-то очень Ты должен что-то делать Для этого У тебя связь с ним Поэтому я занимаюсь Поэтому я занимаюсь Организацией концертов Популяризацией Творчества Этого великого театра Это был Великий Мировой Синтетический Музыкально-драматический Театр Где могли делать Все Стоять на руках Жонглировать Исполнять Монологи Гамлета Подтягиваться 20-30 раз На турнике Делать фляги Стойки Играть в манере Театра Дели Арте Тру помогла Все При этом С такой бешеной Отдачей Которая была Свойственна Только руководителю Этого великого театра Великому Юрию Петровичу Любимову Блистательному Актеру Лауреату Ленинской премии Лауреату Сталинской премии В театре Вахтанга Он был Обозначен Этими великими Наградами За роли Которую он там Сыграл Одна была Олег Кашевой Вторая там Не знаю Он говорит Я еще играл Кашевого За Заикой За Заикой И получил За это все равно Премию Потому что Хорошо играл И поэтому Его темперамент Бешеный Его интеллект У Любимова Огромный был интеллект Ну Капица Не просто же так С ним общался Ну не просто же так Туда приходил Акуджава Вознесенский Нефтушенко Они приходили И получали оттуда Энергии Получали оттуда Толчки Для творчества И отдавали Свои произведения Отдавали свои произведения И по ним ставили По ним ставили Прекрасные спектакли На которые съезжалась Москва И весь Советский Союз Съезжался И попасть не могли И балаконная милиция Почему Театр Вознесенский Для меня Каждый зритель Это часть божественного творения Почему все песни Посмотреть на это мастерство Посмотреть на эту Жажду Самодачи Растворения Вообще С материалом С автором С режиссурой Со зрителем Со временем И пробить даже Время вперед Чтобы показать людям Что Ребята Давайте будем Будем Духовнее Возвышеннее Благороднее Чище И все творчество Высоцкого Это конечно Я вот сейчас Прочу вам Это стихотворение Кусочек такой Главное вы говорите Вы меня ведите А то сейчас я вас Вы давайте А то сейчас Куда-нибудь улечу Нет-нет Мы просто Сейчас наверное Вас попросим Ну вот Пропустить Новости Самые у нас Время новостей После чего мы Обязательно Прочитаем Продолжается программа Встретились Поговорили Заслуженный артист России И актер Театра и кино Служивший Долго в годы В театре на Таганке Александр Цуркан Сегодня у нас В студии Мы говорим О Владимире Высоцком Но поскольку Завтра В пятницу В Юрмале В Юрмальском Отеле Пегаса Пил Состоится музыкально-поэтический Вечер Посвященный памяти Владимира Высоцкого Совершенно Потрясающе Звучат песни Владимира Семеновича Вот в исполнении Александра Цуркана И мы Вот уже говорили О том Как вот Судьба ввела Вот можно сказать Какие-то такие знаки Были судьбы А ведь вы попали А ведь вы попали Даже на курс Ведь в Щукинском училище Который набирал Юрий Петрович Ну конечно И как вот Назло совпало ведь Это с его Эмиграции То есть Получилось так Что курс Вы могли Вот прямо И Ну Если бы не Этуш Этуш Да Владимир Абрамович Этуш Да Великий человек Фронтовик Человек Который получил Ранение Серьезное На войне Вот он тогда Был ректором Мы Со всего Советского Союза Там лезли Во все щели Который Таганки Только показаться Любимым В общем Конкурс был Потом нам сказали Уже данные 300 человек На место было Вот он отобрал 20 актеров И 10 режиссеров Я вот Счастливчик Попал в это У меня были все пятерки 5-5-5-5-5-5 Данные 5 Это 5 Это 5 Это 5 Это 5 Сочинение написал На четверку У меня было сочинение По Гоголю Вот Я Счастливый человек Потому что Я Я очень хотел Туда попасть И я попал туда Ведь счастливые люди Их на самом деле Не очень много На белом свете Всего лишь 10% Людей Которые занимаются Любимым делом Это вот Статистика такая Грустная Вот побольше Вы конечно И будет побольше Счастливых людей Тогда Твое любимое дело Где ты можешь Реализовать себя Максимально Вот всем этого желаю Помоги Как говорится Господи Вот И Владимир Семенович Обладал Незаурядным Интеллектом Почему театр Такой был удивительный Ведь он же Играл же Галилея Не просто так И вниз головой Говорил монолог О том Как устроена Эта вселенная Солнечная система Вниз головой Все говорят Что за пендрешь Два топора Два топора Были подлокотниками Для Екатерины Второй Которая в Креновине Приходила Что у нас там С Пугачевым Какие последние новости И То есть Весь этот бунт Беспощадный Жестокий Как говорил Александр Сергеевич Это все Будет По этой плоскости Вот сюда Вот К плахе Он все равно Он скатится сюда Кровь Сольется сюда Покатятся Трупы Головы Но это же тоже Нужно было придумать Такую метафору И это был Театр на Таганке И Пусотский Пошел туда Потому что Ничего подобного В Москве не было А у него Самого-то Какая поэзия У него Самого-то Он не хотел быть серостью Он не мог быть серостью Почему Мои родители Говорят Ой 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 Молодые люди Охри Ахри Вот послушайте Стихотворение Оно кстати Очень современно Оно относится И к нам Хотя написано В 1972 году Оно без названия Мосты сгорели Углубились броды И тесно Видим только черепа И перекрыты выходы И входы И путь один Туда Куда толпа И парами коней Привыкших к Цугу Наглядно доказав Как тесен мир Толпа идет По замкнутому кругу И круг велик И сбит ориентир Течет Под дождь Попавшая палитра Врываются Галопы В полонез Нет запахов Цветов Тонов И ритмов И кислород Из воздуха Исчез Ничье безумие Или вдохновение Круговращение Это не прервет Но если это Вечное движение Тот самый Бесконечный путь Вперед Ему было 34 года Когда он написал Это стихотворение Уже тогда Задав много вопросов Государству Людям Экономике Почему Почему толпа Должна Вовлекать Все новых И в новых людей И толпиться И кружиться На одном месте Потом же была Блестящая песня Бег на месте Общепремяющий Нет И они на таганке Кричали об этом Выходите из этого Не надо Выбивайтесь Будьте неповторимыми Не надо как все Это значит Не надо как все Это значит Делай как я Колея это только твоя Выбирайся Своей колеей Это звучит У Высоцкого Удивительно Как еще одна тема Она неопыкновенная тема Это тема Жизни и смерти Это тема Удивительного Удивительной жажды жизни Вот послушайте еще раз Попытка самоубийства О белом офицере Стихотворении Наверное Никто его не слышал Ну Очень буду рад Если Это будет премьера Подшит Крахмальный Подворотничок И наглухо Застегнут Китель серый И вот Легли на спусковой Крючок Бескровные Фаланги Офицера Пора Кто знает Время Сей Поры Но вот И дрожала В кобуру Ложись Так смерть Впервые Близко Увидала С рождения Ненавидимую Жизнь 1978 За два года До смерти За два года До смерти Но ведь Начинал Высоцкий Ну казалось бы Такого Блатного Жанра И это Часто вызывало Упреки Что вот это Низкая поэзия Что это Низкий Жанр Да Жанр Сам по себе Молотота Потом так и появилась Молотота И его в этом обвиняли Уже даже когда он Писал очень философские Глубокие песни Ну как вот это Да Вы знаете Я к этому отношусь Очень Очень серьезно И очень исторично Вот Если брать Александра Сергеевича Пушкина Я вот сейчас сделал Такой спектакль Такой концерт Спектакль 220 лет Александру Сергеевичу 80 лет Высоцкому И вот пытаюсь Не пытаюсь Я провожу параллели Между их жизнью Что они попали В пекло Один в 812 год войны Другой в 941-й В 945 Они действительно попали И Пушкин провожал Людей Из царского села Провожал на войну И потом они возвращались Оттуда Высоцкий Три года Увезли его Значит На Урал Потом он вернулся И видел в 1944 году Как фашистов ввели По улицам Москвы И потом за ней Поливальные машины шли И метло Они попали Вот в эту мясорубку Видели эту боль Видели эти утраты Видели этих коллег Видели сколько людей Погибло В каждом подъезде В каждой семье И поэтому Господи Сейчас убежала мысль Я сейчас И война Это как бы одна тема Что в творчестве Пушкина Что в творчестве Высоцкого Швед русский Колит Рубит Режет Бой Барабанные клики Скрежет Звон пушит Топот Ржание И стон И смерть И ад Со всех сторон Откуда он это мог знать Он что там был что ли Кто кого режет Как чего колет Скрежет И так далее Это же фантазия И чувство боли Который расширял эту фантазию И позволял туда винтиться В эту битву полтавскую Винтиться в Бородинское сражение Так же как в Исроцке Вот я как сегодня вам пел Какой воздушный бой Он что летал на самолете Он ни разу Шурова-то не держал Его даже никто не прокатил На самолете Он даже любил говорить Я не воевал Я не сидел Да Он думал как бы шутку И когда И когда у Александра Сергеевич Случилась страшная беда Это 825 год Его лучшие друзья Стояли на Сенатской площади И царь спросил А где бы вы были Александр Сергеевич Он сказал Государь я буду честен с вами Я был бы вместе с ними И он прям Такая нервная судорога Прям злобная Пробежала по лицу царя Но он оценил его искренность И потом были письма Во глубине сибирских руд Храните гордое терпение Не пропадет ваш скорный труд И думал высоко Он писал им Поддерживая их И он был вместе с ними С этими людьми Он Поприветствовал их Всем чем мог Разделял В стихах своих Писал Потом писал Скрывал Даже какие-то стихи Скрывал Убирал Шифром писал Но он разделял эту боль И Высоцкий Который видел Как Репрессии Вот эти Как целые поколения Попали в тюрьму Ни за что Ни про что Туманов отсидел Друг его Юнга был Мастер спорта По боксу Что-то сказал Да вот сволочи Советскую власть Позорят Вот такие там делают Хлеб какой-то Испекли Стукачок такой Что-то наговорил Прибавил Добавил Забрали Восемь лет За что Непонятно за что Сидел Два побега Мальчишки Сломали судьбу Хорошо Что он оказался Туманом И Высоцкий Его обожал За эту жажду жизни За эту силу воли И за это величие духа Он не сломался Он создал артель Которая намыла Советскому государству Золотой куб Три на три на три Три метра На три метра На три метра Двадцать семь Кубических Кубов Золота намыли Его бригады Артели И получали по две тысячи рублей В советское время После чего Их разогнали Потому что Не понравилось директорам И министрам Они получали по пятьсот Поэтому это боль Владимира Семеновича Вот За это поколение Когда люди Уходили красавцами Приходили С выжженными глазами Глаза были Светопепла Зрачки Не было души Душу выжигали там Незаслуженно Ни за что Непонятно Не все же такие Как Туманов Боксеры С такой волей Обладали Ломались люди Погибали Болезни получали Просто умирали И вот об этом Эта песня Владимира Семеновича Вот об этом Он писал О том Как тяжело Там Выживать было Как это все Трагично В общем-то Для целого Трагедии Целого поколения Ведь банька Его Об этом И одна И вторая И вот эта песня Эй шофер Гони Бутырский хутор Где тюрьма Да поскорее мчи А ты товарищ Опоздал Ты на два года Перепутал А разбирают Душ в тюрьму На кирпичи А ты товарищ Опоздал Ты на два года Перепутал Разбирают Уж в тюрьму На кирпичи Очень жаль А я сегодня С позаранку По родным Решил Проехаться Местам Ну да ладно Что ж шофер Тогда поедем На таганку Погляжу Ведь я бывал И там Разобрали Старую Таганку Подчистую Всю Ко всем Чертям Ну да ладно Что ж шофер Крути Верти Свою Баранку Знать Ни с чем Нам возвращаться По домам Или нет Давай Сперва Закурим Ну а лучше Выпьем Поскорей Пьем за то Чтоб не осталось По России Больше тюрем Чтоб не стало По России Лагерей Пьем за то Чтоб не осталось По России Больше тюрем Чтоб не стало По России Лагерей Да Ведь Наверное На таганке Вы же пришли На таганку Уже после Через 10 лет После смерти Высоцкого Но были люди Которые Знали Работали с ним И Вы Участвовали И в спектакле Посвященном Владимиру Высоцкому Вот Принимали участие Вот Кто был Вы говорили о том Что вот Кто были его близкие Друзья Ну вот Насколько осталась Вот память О Высоцком В этом театре И Когда вернулся Любимов Вот как это все Происходило Вы знаете Они многие Не понимали Кто такой Владимир При жизни Не понимали Многие не понимали Бортник понимал Филатов понимал Хмельницкий понимал Но Ну есть же такая еще Ну есть же такая Болото Такое в театре Они не понимали Ну что Мы в Тюмень мотают В Тюмень В Париж мотают Будто мы в Тюмень Пора такого выгнать Из России Давно пора Видать начальству Лень Судачили продачу И зарплату Мол денег прорва По ночам Кую Я все отдам Я все отдам Возьмите без доплаты Трехкомнатную Камеру мою Он говорил В своем стихотворении И не понимали Не понимали И не ценили И Но ценил Любимов И ценил Давид Львович Боровский Художник И ценил Анинский И ценил Ценил Капица И ценили Очень многие люди Которые Говорили Не трогайте вы его Оставьте его в покое Ценили И понимали И первое все Любимов понимал Кто он такой Что он Вышли на голову Просто Но когда он ушел И когда они увидели Проводы Когда все вдруг А чего У всех произошла Переоценка ценностей Отец же его До конца своих дней Не понимал Кто такой сын Я понял Кто такой мой сын На похоронах Моего сына Он же так сказал Не в осуждении Говорю Но отец Отец даже родной Не понимал А что же говорить Про людей Которые Он срывал спектакли Он уезжал в Париж Он был в Америке Он был там на Гаити Они тут Пашут В Кемень мотают А в Париж Понимаешь Конценты какие-то Дают в Голливуде Что это такое Зависть Бездарная Пошлая зависть Талантливые люди Не завидовали Шаповалов я знаю Не завидовал Филатов не завидовал Смехов не завидовал Они были в порядке У них свои дела были А завидовал Вот это болото Ну а куда От него денешься Театр же не может быть Только из-за дегенев Это такая данность И подножки ставили Его же не взяли Не приняли в коммунисты Потому что Один из Ведущих алкоголиков Театра Обладая Правом Будучи Одним из Членов Профсоюза Начальствующего Профсоюза Сказал Я считаю Что Володя не может Ну надо поработать Вот на эту тему Потому что А сам алкоголик Сам срывал Это цирк Просто с конями Это было смешно Это был траги фарс А он на него смотрит Но он же не может Сказать Типа А у него междометие Просто А человек на глупом глазу Вот такая была ситуация Но когда он ушел И любимов Годжи Одна из причин уезда Юрия Петровича Отъезда Исхода Возьмем Вот это даже слово Потому что Театр-то встал потом Он Ну не умер Но он Он встал Мы потом Что-то пытались сделать Что-то сделали Но это уже другое было Время упущено было Он приехал А тут другим человеком Западным человеком Приехал Деньги 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 Бизнес А тут он А тут он крутился В этой любви В этой Вот Проробийца Доказать им Что мы можем И Бился до конца Бился любимого до конца А он же поставил спектакль Они же не поставили его В репертуар Владимир Высоцкий В памяти нашего товарища И Бориса Годунова Два гениальных спектакля Что один Что второй Я их видел Я в них участвовал И они ему запрещают Любимому И труппе запрещают Играть их в репертуаре Что это такое было Ну как это объяснить Ну это же таланты Ну он же ушел Ну он же государственный человек был Владимир Семенович Он актер государственного театра На Таганке Он актер Государственного кино 24 главных роли Он композитор У него 4 диска вышло Он член Член Союза Союза литераторов Он сколько написал Вру Членом Союза литераторов Он не был Но у него были Он Его печатали Его издавали У него были стихи изданы Подборки были Официальные Даже не сообщили Что он умер Даже не сообщили Что он умер Даже не Сколько камер стояло На Олимпиаде Сотни Если не больше Ни одна камера Не сняла похороны Снял парень С гига Залез на На крышу театра И снял похороны Мальчишки И одна Кинокамера Итальянского телевидения Все Все рекорды снимали А то что 200 тысяч пришло По сарафанному радио Сработало По телефонному звонку По говору По разговору Пришли Проводили его Это что Александра Сергеевича Как провожали 10 тысяч пришло людей К Питеру На мойку Провожая его Перед тем Как потом Увезли Как-то непонятно Тоже хотели Пушкин-то увезли Непонятно как А Высоцку тоже хотели Но не получилось И поэтому Спектакли они играли Конечно с надрывом Особенно Первые спектакли Это было Но когда я пришел Ну уже было Какое-то такое Немножко так Мастерство Такое Какое-то было Так уже В пробор Но в целом Конечно они Они играли И все Читали Там был очень серьезный Такой момент Трагической Обреченности И необратимости Свершившегося Свидетелями Чего все Они были Они были Свидетелями Участниками И соучастниками Этого трагичного Необратимого Смерть Владимира Высоцкого 25 июля И обратите Внимание Хоронили Владимира Семеновича Не 27 25 26 27 По канонам Трое На третий день Хоронят Наверное Так Господь Захотел Что его похоронили 28 июля В день Равнопостального Великого Князя Владимира Имя Которое носил Владимир Семенович Высоцкий Вот так Господь Распорядился Что похоронили его В день Великого Святого Руси Ну что же У нас к сожалению Время передачи Истекло Но те кто Хочет еще Продолжить Это удовольствие Побывать На музыкально-поэтическом Вечере Посвященном памяти Владимира Высоцкого 25 января Это В эту пятницу Завтра В Юрмале В Юрмальском Отеле Пегаса Пилс Приходите Александр Цуркан Актер театра На Таганке Заслуженный Артист Чувство Сразу Не разберешь Плохо Или Хорош Парня В горы Тень Рискни И бросай Одного Его Пусть он В связке С тобой Подной Там поймешь Кто такой Приходите Ждем вас завтра Обнимаю всех Спасибо